Ну что ж, я недавно вернулась из ленты, купила немного продуктов. Хочу вам показать, что же в этот раз приобрела. Как всегда, взяла салфетки, мы их берем вообще постоянно. Цена у них вообще отличная, здесь 250 штук, очень выгодно получается. Фарш из индейки, тут они мокрые, потому что Артем их мыл. Очень вкусные тевтельки получаются. Если еще не смотрели рецепт тевтелек, обязательно посмотрите, я уже выкладывала на канале. Последнее время подсели моногорошек, именно нежный, он реально нежный, вкусный. Едим вот такую баночку, наверное, за несколько дней съедим. Захотелось моцареллы, а скорее не просто моцарелла, а бутерброды с этим сыром на цельнозерновом хлебушке. Кстати, вот он. И с помидорками черри. Очень вкусно получается, уже сто раз вам рекомендовала. Если вы давно меня смотрите, вы уже видели, что я их делала. Вот, решила вновь вернуться к этому. Сметана, йогурт Артема, молоко Артему, бананы. По акции был вот такой сыр. Так он стоит довольно дорого, но вот со скидкой вышло очень даже хорошо. Мне нравится именно вот такой сербский сливочный сыр. Тут никаких добавок, очень хороший состав. Сейчас тоже на хлебушек намазать или на лаваш, будет вкусно. Решила я попробовать булгур. Говорят, уж больно он вкусный. Ни разу не пробовала, по-моему. Хотя, может быть, в кафе, но уже не помню, какой он на вкус. Купила пачку творог, перешла на обезжиренный. Тут калорий поменьше. Яблоки. Вот такой мягкий творог. В последнее время беру, наверное, раз уже четвертый. Тоже нежирный, но он очень вкусный. Тут кусочки ягод попадаются из лаков. Яйца. Так, по специям прошлась тоже. Ванимный сахар для выпечки. Разрыхлитель тоже для выпечки. Корицу тоже для выпечки. Моя самая любимая смесь, смесь перцев. Тоже очень часто вам ее показываю. Стоит она очень недорого. Продается в ленте. Вот эта лентовская серия. Очень вкусный. Я прям, по-моему, куда угодно их добавляю. Даже в бутерброды. Если делаете бутерброды с авокадо. Авокадо так себе на вкус. Вообще практически вкуса нет. Если посыпите вот такой смесью, будет очень вкусно. Давненько я не делала курочку. Вот в таких листочках. Здесь четыре листа для готовки. Многие говорят, что в фильме «Магия» всегда состав очень плохой у специй. И зачем это брать, если можно составить специи самим? Я согласна, можно сделать самим. Но вот посмотрите на состав и скажите мне, что в этом плохого. Ничего. Составы у этих специй всегда хорошие. Я, кстати, практически всегда читаю состав. И плохое не куплю. Еще решила пробовать вот такое с томатами и базиликом. Обычно берем с чесноком или с паприкой. Тут вот появилась новиночка с томатами. Тоже попробуем. Но это вообще необычный для меня продукт. Ну, как вы поняли, да, я немножко начала следить за питанием. И меньше калорий хочу потреблять. Купила сахарозаменитель стевия. Ноль калорий. Очень сладкая. Тут, кстати, в комплекте есть еще лорочка. Вот я ее чувствую. Стоит такая пачка чуть больше 200 рублей. Так, вес 150 грамм. Ну, короче, это самое выгодное из всех представленных было. Поэтому я ее и выбрала. Геркулес. Купила самый недорогой. Тоже лентовская серия. По-моему, 20 рублей стоит или 19. Я его купила, потому что хочу сделать печенье геркулесовое. Ну, заходи, заходи. Ну, что ты орешь? Видишь, ведь я снимаю. Да? Сейчас тебе фарш и дам. Подожди. И вот такой еще геркулес взяла. Вот этот я уже просто ем, завариваю. Мне очень нравится геркулес, который не нужно варить. Уж больно. Время экономит. Просто насыпаю, добавляю немножко соды и заливаю горячей водой. На молоке не делаю, потому что молоко не очень люблю. Так, и вот это вот все. Купила сегодня. Вышла на 1600, по-моему. Где-то так. Вот такие необычные покупки. Да, да. Передавай привет. Передавай всем привет. Привет всем. Сегодня решила попробовать приготовить впервые в жизни сочни творожные. Ну, кто как называет, кто говорит сочники, кто сочни. Я привыкла сочни, буду называть так. Причем я хочу приготовить более низкокалорийные, если это возможно. Нашла рецепт. Вроде готовится очень просто. Так, что нам потребуется? Мягкий творог. Любой. Ну, у меня вот маленькая жирность. Он, кстати, очень вкусный. Разрыхлитель. Ванильный сахар для аромата. Творог. У меня тоже обезжиренный, но можно взять 5-процентный. Одно яйцо. Можно, конечно, добавить сахар, но тогда полезности будет меньше. То есть, калорийность вырастет. Я беру стевию. Впервые, кстати, буду пользоваться. У меня даже не открытая. Рисовая мука. Просто я вообще разлюбила пшеничную. Можно заменить на пшеничную, но мне рисовую больше нравится. Совсем немножко растительного масла и чуть-чуть-чуть манки. Теперь будем готовить. Для начала мы смешиваем мягкий творог, немножко масла. Там буквально 25 грамм. Желток. Белок нам тоже понадобится. Пока его оставляем. Сюда же добавляем разрыхлителя. Примерно пол чайной ложки. Подсластитель или сахар. Ну, тут не знаю, сколько надо положить. Положу сначала немного, потому что впервые его добавляю. Боюсь, что получится очень сладко. И 170 грамм муки. Повторюсь, можете использовать любую муку. Хоть пшеничную, хоть рисовую. Какую больше любите. Все смешиваем и будет получаться тесто. Вот такое тесто должно получиться. Очень плотное. Теперь будем приступать к начинке. Нам потребуется творог. Здесь 180 грамм, но мне нужно всего 150 или 130, по-моему, 150. Немножко манки. Ванильный сахар. И еще чуть-чуть подсластителя. Итак, нам потребуется 130 грамм творога. Скинула 1 ложку подсластителя. Белок. Немного ванильного сахара. Очень много получилось. Ну, ладно. И примерно столовую ложку манной крупы. Смешиваем, получится начинка. Так, по итогу вот что у нас получается. Начинка и тесто. Теперь нам тесто нужно поделить на несколько шариков. Наверное, штучек 6 получится. И немножечко раскатать. Как раз у меня получилось 6 шариков. Теперь будем делать небольшие лепешки. Начинять творогом. И выкладывать на пергаментную бумагу. Получились немного неровные. Но уж как получились. Немножко края нужно защипать, чтобы творог не вытек. Теперь отправляем в духовку на 180 градусов. Примерно 20 минут. Но еще надо желточком смазать, чтобы они были более аппетитными. Прошло 20 минут. Чуть-чуть больше. Вот такие румяные сочни получились. Вот эти темные пятнышки. Это кусочки злаков, которые были в моем мягком твороге. Ну, на первый взгляд, вроде бы неплохо. Да, они очень красивые. Такие кособокие. Но это мой первый опыт. Надеюсь, что они вкусные. Сейчас немного остынут. И попробую. Пахнут, конечно, очень-очень приятно. Итак, я уже не могу ждать. Хочется попробовать. Надеюсь, что вкусно. Так, тесто получилось не совсем сладкое. И это хорошо. До всех попробую начинку. Может быть, начинка будет слаще. Да, начинка сладкая. Очень вкусно получилось. Правда, кушать горячо. Больше пока остынет. Итак, рецепт удачный. Получается вкусно. Можно даже чуть-чуть сахар заменить ее. Может быть, побольше. Ну, или сахар, если вы добавляете. Да, вот такая аппетитная вкусняшка получается. Низкокалорийная. В одном сочне примерно 120 калорий. Это немного. Главное, полезно.